вот метр сгорел я прихожу струю вот метр выключен думаю может обрыв где-то на солнечных панелей пострел все нормально прихожу с 3 амперы идут в аккумулятор вот метр не работает то есть контролер заряда работает а вот метр сгорел так системка моя не изменилась пока что аккумулятор автомобильный 75 ампер час так где-то вот омега 12 вольт от 70 74 ампер часа вот этот у меня автоинвертор он у меня уже выходил из строя тут есть вентилятор если он нагревается но вообще вентилятор здесь постоянно крутился я сделал включатель вентилятора чтобы его охлаждать также мой несменный контроллер заряда 7 6 ампер сейчас покажу вам только за сколько вырабатывает моя системка так смотрите сразу как просела посел аккумулятор 12 3 вольт отключаем наши провода и подсоединяем смотрим только за 10 ампер и для 1070 то есть система моя выдает 10 ампер сейчас посмотрим вольт и вольт и вольт и вольт и вольт и 19 вольт холостой ход немножко плохо видно но видно 19 начинаем наше тестирование со вчерашнего дня просадили мы аккумулятор до 11 вольт сейчас покажу как он восстановился и сегодня будем стараться пользоваться двумя ноутбуками двумя мониторами посмотрим хватит или нет в принципе я смотрю что аккумулятор еще полностью до конца не восстановился то есть заряд он будет принимать себе полный вот и в отличие от того что дома мы видели в хорошее благоприятное время 11 ампер сейчас мы этих 11 ампер не увидим почему потому что у нас панели направлены в разные стороны вот эти панельки вот эти панельки направлены на южную сторону и с утра их можно было еще конечно вращать в сторону восхода еще больше бы получить но так как нету ваттметра и смысла в этих вот прям скрупулезных подсчетах я не вижу почему потому что мы все равно никак не покажем вот ну а это у нас на заход сторона у нас западная сейчас показывает 7 ампер когда солнце перейдет на сторону панели тоже будет 7 ампер за счет компенсации вот этих панелей сейчас они сейчас вот эти панельки компенсируют этим панелькам добавок. А когда солнце перейдет уже на заход, то эти панельки будут компенсировать. Но мы, наверное, эти панельки повернем. Хотя, наверное, не буду поворачивать, потому что реально ваттметр уже толком ничего не покажет. Оставим все так, как есть. Просто будем питаться альтернативной энергетикой. Восстановилась у нас до 12,4. 68%. Вот вы видите, как у нас, сейчас я вам покажу, 7,8. Почти 8 ампер идет в аккумулятор. Вот. NeoDrive наш готов к работе. Ну что, включаем. Включаем. Включается этот ноутбук. И включаем этот ноутбук. На 11. Так, сейчас, секунду. На 11,6. 11,12. И смотрите, как подскочил и сразу ампераж. Видно, аккумулятор больше уже не принимал. А сейчас, благодаря тому, что мы все включили в нагрузку, с батареей подпорла вся моща. 8,4 ампера. NeoDrive как-то выдерживает, но периодически, периодически здесь можно включать обдув. И он охлаждается. Но я когда ухожу с этого самого... Сейчас я выключу, подожди. Дело в том, что он и должен быть постоянно с этим вентилятором. Но он настолько ужасный. Он, ну, противный звук. Я поэтому жду, когда он нагреется. Здесь стоит защита от перегрева. И я ухожу на улицу, включаю. На улице его вообще не слышно. Где-то уже прошло полчаса. Я вам скажу, что панельки справляются. Два ноутбука и два монитора включены, то где-то 8,4-8,6 ампера. Когда один выключается, где-то 8,1-8,2 ампера. Когда оба выключаются мониторы, где-то 7,8 ампера. То есть панельки вырабатывают больше, чем принимает на себя аккумулятор. Небо у нас сегодня вот такое красивое. Даже дымки нет. И солнце вот у нас красивенное. С окна посмотрел, увидел, что на эту панельку снизу какая-то трава. Надо ее срочно убрать, чтобы тени не было. Я вам, кстати, подкопал провода, чтобы их никто случайно не зацепил. Вот здесь тоже провод подкопал. Вон он выходит. Вот эти панельки тоже себя хорошо чувствуют. Замечательно работают. Вот видите, как у нас тенек. Срочно надо это убирать. Все, вроде бы никаких теньков больше нет. Панельки работают замечательно. У меня тут такие запутанные провода. Сейчас-то эти панельки направлены на солнце. Но угол, конечно, не на солнце. Угол надо еще больше увеличивать. Но я не буду ничего увеличивать. Пусть работают. По температуре давайте попробуем. Тут вообще не сильно горячее. Ну-ка тут... Ну, я скажу, градусов где-то около... Рука терпит спокойно. То есть градусов, наверное, 45-55, где-то так. До 60 не дотягивает. Вполне жизнеспособно в летнее время на даче запитать светом какой-то телевизор. Единственное, что, конечно, холодильник... Холодильник, наверное, только автомобильный. И вообще лучше, наверное, морозиловку. Чтобы вот именно морозильник работал. Холодильник, который поддерживает где-то там плюс... Сколько там его? Плюс 5, да? Ну, конечно, это слабовата система. 15-40. Ну, где-то уже с 12 у нас всё включено. До 12 со вчерашнего вечера заряжался аккумулятор. Так. Выработка у нас идёт 8,4 ампера, 8,7. Аккумулятор просажен до 11 вольт. Панельки трудятся. Как питалась у нас вся эта система от альтернативки так и продолжает питаться. Вот у меня тестируется зарядка моих вампирочных батарей. моим iMax. Уже он 7,420 накопил. Ну, посмотрим, сколько он потом выдаст. iMax, напомню, питается от вампирчика. Вампирчик подзаряжается от сети. Вот у меня сеть. Она отключена. Это у меня единственная розетка здесь на втором этаже. Всё выключено. Всё включено через вот этот удлинитель. Вот он включен в этот УПС. УПС тоже как удлинитель. И вот УПС у меня включен. Вот идёт провод. Он включен в автоинвертор с модифицированной синусоидой. Также вот идёт, сейчас я вам покажу, чтобы наглядно было видно. Вот пошёл вот этот вот белый провод. Белый провод тоже пошёл в удлинитель. Этот ноутбук и монитор. Ну, пока Мишка на нём играется. Или жена работает. Сейчас пока никто не работал. Пока только я за своим сидел. Он не во сне, а в таком притухшем режиме с выключенным дисплеем. Это же просто для теста я оставляю этот ноутбук. Вот этот вот. Если, допустим, его выключать в сон, то энергии будет ещё больше. И пользоваться только, когда действительно тебе что-то надо. И тем более я хочу всё вот то, чтобы целый день у меня вот это всё было включено. А если пользоваться там 2-3 часа, то энергии за глаза хватит. Сейчас уже 5. Где-то в 4 часа стал включать мой инвертор. Пришлось один ноутбук выключить. Хватило с 12 до 4 всей этой нагрузки. Если бы я панельки вращал за солнцем, думаю и дальше бы можно было пользоваться двумя ноутбуками и двумя мониторами. Но так как я их не вращал, то что имеем, то имеем. То есть выводы уже определённые сделать можно. Система рабочая, система вполне нормальная, жизнеспособная. На даче вообще супер. Тем более, что на даче обычно люди всё время за ноутбуками не сидят. Там ходят, купаются, ходят там, занимаются какими-то делами. И за ноутбук или за телевизор садятся только либо вечером, либо на пару часов. Чего вполне хватит с этой системой. Я же тестировал, то есть постоянная работа была с 12 часов. Так, что у нас показывает наш контролёр заряда? Или контролёр заряда? Мне фиолетово, в принципе, и так понятно, что это такое. 11,6 вольт и сейчас 6,6 ампер идёт. И полчаса у меня запикал мой автоинвертор. Выработка нашей системы 2,7 ампера. 11,3-11,4 вольта. Ну всё, в принципе. Эти остатки уже мы просто оставим запитывать аккумулятор. Вечером, наверное, ещё хватит посидеть, может, часик за ноутбуком. Именно уже без вот этого вот монитора. Без монитора за ноутбуком. 12 до 4 работало у нас 2 монитора и 2 ноутбука. И всякая периферия. Там заряжались планшеты. Я этого даже не считал. Планшеты, GoPro у меня там заряжалась. Рация заряжалась. В общем, всякая мелочёвка. Ну, это такое как бы не в счёт. С четырёх часов у нас уже работал один монитор и один ноутбук. До пол шестого. С пол шестого у нас уже стал отпищать. И я отключил монитор. Но я думаю, ноутбук бы ещё проработал час спокойно. То есть вообще без проблем бы. Но я уже оставил это просто заряжать аккумуляторы. Показал, сколько ещё вырабатывает система. И какое напряжение на аккумуляторе. Время сейчас примерно около трёх часов. Я уже после вчерашнего стресс-теста аккумулятор не использовал. Уже решил дать ему зарядиться полностью. Но после того, как зарядиться, включить свой ноутбук и монитор, чтобы пользоваться от альтернативки. А там, где сын сидит, уже пускай от родной сети пользуется. И сейчас до трёх часов от этой всей системы аккумулятор зарядился. 6,5, уже уменьшились амперы, потому что при 99% аккумулятор себя уже много не принимает. Пока 6,6 ампер принимает, но ещё через некоторое время он просто будет сбрасывать это. Ну всё, будем пользоваться альтернативкой. Чё и зря вырабатываться, правильно? Она у нас недавно была приболевшая. Ну всё, наша белка выздоровела. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»